Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, как мне кажется, вот такой какой-то особый страх перед заболеванием погашен. Я бы ответил на ваш вопрос, на самом деле, и да и нет. На каком-то эмоциональном уровне действительно уже нет вот такого яркого эмоционального восприятия проблемы ВИЧ-инфекции и СПИДа, как это было, ну я бы сказал, в 90-е скорее. В 90-е, наверное. То есть эпидемия никуда не делается. Эпидемия распространяется, и есть тревожащие нас тенденции, которые заключаются в том, что все больше и больше людей никак не связаны с группами риска или с уязвимыми группами, о которых мы всегда говорили. То есть это потребители инвестиционных наркотиков, это секс-работницы, это мужчины, практикующие секс с мужчинами. Эпидемия далеко вышла за пределы этого круга, не все еще это осознают. Увеличивается число людей, ну как мы можем предположить, которые не знают о своем ВИЧ-статусе. Почему они не знают? Потому что, опять же, ну читая вот некоторые традиционные материалы СМИ, что ВИЧ это проблема наркоманов, присутствует гомосексуалистов, люди и подумать не могут, что это может касаться их, что это касается каждого. Больше увеличивается доля женщин ВИЧ-инфицированных, в том числе заразившихся от своего единственного сексуального партнера. Довольно большое число родов от ВИЧ-инфицированных женщин, другое вопрос, что низкий процент, к счастью, остается инвестиционных детей. Поэтому проблем очень много, и еще раз говорю, здесь вот есть некоторая пропасть между тем, что вот какая-то яркость восприятия уменьшилась, но проблема пока, к сожалению, остается, и она достаточно острая. Вот английский философ Фрэнсис Бэкон когда-то сказал, для того, чтобы понять предмет, нужно определиться с терминологией. Давайте для начала определимся с терминологией. Думаю, что большинству непонятна разница СПИД и ВИЧ. То есть заболевание называется правильно ВИЧ-инфекцией. То есть ВИЧ это название вируса, вирус иммунодефицита человека. Заболевание, которое вызывает этот вирус, называется ВИЧ-инфекцией. То есть инфекция вызвана вирусом иммунодефицита человека. Последняя стадия заболевания, она же терминальная стадия, называется СПИДом. То есть это уже человек с яркой клиникой ВИЧ-инфекции. Ну СПИД, четвертая, пятая стадия ВИЧ-инфекции. Это та стадия, развитие которой мы стремимся не допустить. То есть работа Центра по борьбе со СПИДом направлена именно на то, чтобы человека лечить и допустить у него развитие СПИДа. Вот что происходит с организмом, когда в него попадает ВИЧ-инфекция? То есть когда вирус попадает в организм, он начинает активно размножаться в организме. И размножается он за счет иммунных клеток, СПИД-4 клетки. То есть уничтожая эти клетки, развивается он в них, клетки иммунные погибают. У человека развиваются иммунодефициты, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. Иммунодефицит приобретается именно вследствие действия вируса. Растет количество вируса, уменьшается число иммунных клеток. То есть разрушаются именно те клетки, которые должны нас сохранять фактически от всех заболеваний, да? Ну, по поводу бояться, не бояться. Давайте мы сначала посмотрим, послушаем мнение наших горожан, боятся ли они. Давайте. В принципе, я этого не боюсь, поскольку нужно действительно, ну, как сказать, это передается все через кровь известными способами. Ну, надеемся на нашу медицину, что они нас не заразят. Все остальное зависит от нас. За детей боюсь. И, ну, поскольку я, как бы, у меня такой образ жизни, я, как бы, не попадаю в зону риска, а за детей, конечно, опасаюсь. И плюс медицинские учреждения, конечно, то есть помимо желания можно, то есть где-то какие-то расчеты медицины. Боюсь. Раньше не боялся, сейчас уже это. Очень сильно боюсь. Так что случайные связи я это, как-то стараюсь их избегать. Это очень серьезно. Я передачу смотрел одну, показывали, тоже Самарскую. Там молодых людей показывают. Вроде так, ну, ребят нормальные, парни, девушки, а они вещь инфицированные. Вот такие случайные связи они к хорошему не приводят. Конечно, мне кажется, любой боится. Но мне это не грозит. Вот так что и дети у меня живут с мужьями, все нормально. Жить надо в семье и предохраняться. Ну, вот это мнение наших горожан, могли бы как-то прокомментировать? Ну, я бы сказал, что на самом деле не очень плохо, но определенный уровень стереотипов и мифов сохраняется. Я бы отметил две вещи. То есть все-таки вот, ну, о чем мы говорили чуть выше, видите, да, все равно вот это вот стереотипное восприятие, что это проблема наркоманов в присутствии, в голове социалистов, а она меняет, да, и не касается, вот это, и вот это вот не, вот не касается не потому, что я много знаю и веду себя определенного уровня, да, а не касается вот так полуавтоматически, потому что, да, вот это, конечно, стереотипы, да, вредные, потому что, по сути дела, толкает людей на менее осмысленные, более рискованные поведения, потому что, потому что они считают, что проблема вот в этом штампе, в этой вот стигме не принадлежит группам рисков, все у тебя будет хорошо. Один стереотип, который я здесь увидел. Второй стереотип у нас идет, вот много занимались мы этой проблемой, много образовательных программ ввели, ну, колоссальная переоценка идет в роли системы здравоохранения в заражении ВИЧНК. Кстати, вот Гюзель Бекьян, спросим, сколько у нас человек за всю историю заразилось в системе здравоохранения? Так, ну, в системе здравоохранения у нас заразились 3 человека при переливании крови, но это были случаи заражения в 2000-м, 2001-м году. А сколько у нас всего человек? А всего у нас проживаются в ВИЧ-инфекции 41 тысячи человек. Ну, вот, как бы я всегда, да, говорю о том, и на всех тренингах вообще намного более вероятно попасть под трамвай, причем это не фигура речи, а это такая статистика, чем ВИЧ-инфекция заразится в медицинском учреждении. То есть это сильно переоценивается, а вот личный поведенческий фактор, правильно, очень сильно недооценивается. Вот, и еще один стереотип тоже, который можно было там услышать, кто вот, товарищ выступал, так сказал, смотрю, вроде нормальные ребята, а они ведь ВИЧ-инфицированы. Вот это опять же, он как же, а на них на лбу не написано там проститутка. А еще он бы удивил, что, возможно, они и не являются такими проститутками. То есть все равно понимание, что нормальный человек и ВИЧ-инфицированный, это не какое-то неразрешимое противоречие, и что все мы находимся в группе риска, но еще пока не вполне присутствует это понимание. Гузель Бекьяновна, а какая динамика у нас последние годы по Самарской области, и насколько цифры по Самарской области охваченности ВИЧ отличаются от российских? Цифры динамика ВИЧ-инфекции от общероссийских тенденций у нас не отличаются. То есть у нас продолжается рост заболеваемости. Единственное, отрадно, что мы отмечаем снижение темпов роста заболеваемости в Самарской области. Но ежегодно 3 тысячи, 4 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции мы регистрируем, продолжаем регистрировать. И вот к тому, что к этому опросу, что актуально, значит 70%, то есть 13, 14, 12, 13, 14 годы у нас 70% тех, кто был выявлен в эти годы, заразились половым путем именно. Вот именно позиция мужчины, который говорил о внебрачных связях, случайных половых контактах, она на сегодня актуальна. Потому что 70%, еще раз повторю, заражаются именно половым путем. То есть это далеко уже давно, уже не болезнь наркоманов. Это люди, причем это не относящиеся никаким уязвимым группам, да? Это обычные наши... И люди, это как правило, которые никак себя к группе риска никогда не относили. Это люди стоят и в браке, и половой партнер, у них может быть один. Но если этот половой партнер единственное окажется ВИЧ-инфицированным, значит ВИЧ-инфекция, ну, подхватить у вас уже все шансы. То есть 100% гарантия, что ВИЧ-инфекции вы заразитесь, да? И поэтому здесь необходимо говорить сейчас о тестировании на ВИЧ-инфекцию. В обязательном, по закону обязательного тестирования у нас нет. Ну, скажем так, пропаганда добровольного тестирования. Может быть, даже по уголовному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Ну, давайте сначала вот по природе все-таки самого заболевания. Если тебе уже попала инфекция в организм, какова вероятность того, что заболевание обязательно будет развиваться? Либо можно все-таки остаться только носителем? Нет, ну, термин носительства, он сам по себе такого термина нет. Это такое, какое-то народное, откуда это пошло, я не знаю. То есть если инфекция попала в организм, она не избежит? Если инфекция попала, заболевание будет прогрессировать. Просто все будет дело в темпах прогрессирования. У кого-то заболевание будет прогрессировать быстрее, у кого-то оно будет прогрессировать медленнее. Это здесь зависит от очень многих факторов. Но в любом случае прогрессия ВИЧ-инфекции будет. То есть это будет третья стадия, которую обычно называют носительством ВИЧ-инфекции. Хотя это неправильно. Это субклиническая латентная стадия ВИЧ-инфекции. То есть вирус есть. Он продолжает размножаться, может быть, неактивно. Человек на этой стадии заразен. Наиболее опасны люди, которые находятся на третьей стадии заболевания. Потому что они не больны. Они себя больными не чувствуют. Озовем заболевания, может быть, даже и не знают. Он продолжает вести активный образ жизни, сексуально активный. Как правило, это молодые люди. И это источники инфекции, можно так сказать. Вот для эпидемиолога ВИЧ-инфекции – это источник инфекции, который когда-нибудь заразит другого. Если человек все-таки получил подтверждение того, что он инфицирован, что в этом случае делать? Честно говоря, стресс бывает такой, что у некоторых и возникает желание вообще с жизнью расстаться. И, собственно, это все на основании того, что много лет говорилось о том, что это приговор. Все, если ты заражен, ты непременно умрешь достаточно быстро. Что на сегодняшний день? Ведь все-таки индустрия развивается, и способы лечения, наверное, каким-то образом меняются. Каковы шансы с этим жить, прежде всего? Можно сказать сначала о том, что если вам где-то сказали, что у вас ВИЧ-инфекция, то есть нужно сразу обращаться в профильное учреждение. Именно в наш центр. То есть в ваш центр? Наш центр, Тольяттинский центр, и наша вторая поликлиника, второе поликлиническое отделение наше работает на Вакуйбышевске. Не пытаться идти к дерматологу, к терапевту. Да, нужно подойти к нам, получить консультацию, сдать необходимые анализы, подтвердить или наоборот снять диагноз ВИЧ-инфекция. Диагноз ставится только у нас. Пока у нас человеку не сказали, что он ВИЧ-инфицирован, что у него ВИЧ-инфекция. Еще не факт. Да, это еще не факт, что ВИЧ-инфекция есть. То есть сам положительный анализ, к сожалению, 99% – это ВИЧ-инфицированный человек. Скажите, пожалуйста, а почему? Почему именно вы даете достоверный результат, а где-то в другом месте не могут это установить? Нет, достоверный результат лабораторный может дать и другая лаборатория. Мы ставим диагноз. ВИЧ-инфекция – это клинический диагноз. И только врач может поставить этот диагноз ВИЧ-инфекцию. Когда врач-инфекционист, уже собрав клинические данные, эпидонамность, то есть и лабораторные данные, он ставит диагноз ВИЧ-инфекция. Только тогда диагноз стоит. Только тогда человек считается ВИЧ-инфицированным и стоит в диспансерном учете. Хорошо, вы подтвердили. Что делать дальше? Дальше человек проходит все необходимые анализы и получает рекомендации по дальнейшему наблюдению. Это называется диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами. То есть ему даются рекомендации. Если человек на данном этапе, у него достаточно хороший иммунный статус, невысокая вирусная нагрузка, его приглашают на повторное обследование, скажем, через полгода, на третьей стадии. Если человек нуждается в терапии, значит терапия будет назначена принимать лекарственные препараты. То есть он подберет схему и он будет лечиться. То есть терапия на сегодня существует, терапия эффективна. Александр Владимирович прекрасно знает об этом. Но вылечиться нельзя в тем не менее. Вылечиться нельзя, заболевание хроническое. Это хроническое инфекционное заболевание. Я вот здесь тоже хотел бы немножко дополнить, да, про то, насколько странно преломляется в психике людей вот это приятие различных заболеваний. То есть вот действительно, даже вот вы сказали, да, вылечиться нельзя, и это вот звучит как-то по-особенному. Как приговор. Разве? А от гипертонической болезни вылечиться можно? Сахарная диабетка, гипертоническая. А почему она не звучит как приговор? Все знают, что с ней можно жить. Подождите, вот еще раз говорю, никакой разницы, кроме психологической. Это очень важно. Кроме психологической нету. То есть, подождите, а допустим, практически все заболевания печени и почек, кроме считанных, их можно вылечить? С ними можно только жить. Потому что, не говоря про такие классические вещи, как сахарный диабет. Ну, очень много можно перечислить на самом деле таких заболеваний, да. А сахарный диабет на самом деле проходил вот эту стадию эмоционального восприятия. И не так давно, да, вот как у которой сейчас проходит ВИЧ-инфекция, когда казалось, что это не то, с чем можно жить, а это стыдно, это приговор, это стигма, это какая-то вина человека, и агрессия, и суициды. Это все было на самом деле. И я так подозреваю, что у некоторых других заболеваний было. А реальность такова, что у нас болезней хронических очень много. Хроническая болезнь – это вовсе не приговор, это болезнь, которая коррегируется лечением. А если сравнить эффективность, допустим, лечения ВИЧ-инфекции и многих других хронических болезней, то мы увидим, что эффективность лечения вообще-то даже выше. И мы реально ставим цель, да, клиническую задачу при лечении ВИЧ-инфицированного – это достичь уровня undetectable, да, неопределяемой вирусной нагрузки. Это что значит? Что практически не у каждого получается, но мы хотим у каждого пациента добиться такого эффекта, чтобы даже при исследовании вирусные частицы в крови не определялись. То есть настолько снижаются вирусные нагрузки. Я вот довольно много поездил по разным странам, и у нас здесь просто там длиннее история ВИЧ-инфекции за рубежом. И там я видел людей, которые, допустим, инфицировались 25 лет назад. Сейчас они живы. И когда я спрашиваю, как вы себя чувствуете, они говорят, что чувствую себя сейчас лучше, чем тогда, когда впервые узнал о своем диагнозе. А в России можно эти же цифры вот для нас? Можно. Наш пациент с 89-го года на терапии. То есть мы всегда приводим его в пример, в пример как эффективная терапия. У нас есть свои сложности, да, то есть среди наших, все-таки, если мы говорим про наших стареньких пациентов, когда там огромная доля потребителей инфицированных наркотиков. Да, 60% из них принимают наркотики. А для лечения ВИЧ-инфекции колоссальную роль играет приверженность лечения. То есть в разы она более значима, чем, например, для лечения понимания. То есть человек, по сути дела, имеет возможность без того, чтобы это очень негативно отразилось на эффективности, нарушить буквально не более одной дозы в месяц. Ну, вы понимаете, насколько самодисциплина какой это требует, какой психологической поддержки требует, в том числе от врача, от медперсонала. То есть это не очень просто. Но если это соблюдается, высокая приверженность, то результат очень хороший. Должно быть очень большое желание жить, во-первых. Да. Вот вы сказали, чем, собственно, любое хроническое заболевание отличается, почему вот здесь впадают в панику, а здесь не впадают. Я думаю, одна из причин, и основных, наверное, это то, что про гипертонию мы можем сказать любой человек, про сахарный диабет. А вот про СПИД мы, в принципе, не говорим. Давайте сейчас сначала посмотрим небольшой сюжет на эту тему. От истории Анастасии Камлык начинает болеть сердце. О положительном ВИЧ-статусе она впервые узнала 15 лет назад. Первая мысль, как я могу иметь ребенка. Смирившись с диагнозом, девушка обрела семью и родила дочь. Но долгожданный ребенок не прожил и года. Жизнь малышки унес несчастный случай. Сразу две трагедии за короткий промежуток времени. Когда боль поутихла, Настя решила помогать таким же, как она. Справиться с диагнозом, побороть страх, не опустить руки. И самое главное, принять себя в новом статусе. Неважно, есть у меня вирус или нет, потому что кроме вируса есть еще что-то. Это ты, как мать, ты, как жена, ты, как дочка, ты, как подруга. Вирус – это просто одна маленькая часть, которая находится в крови. И как бы останавливать жизнь на том, что у тебя есть вирус, вообще не стоит. Психолог, бухгалтер, преподаватель общеобразовательной школы. У простых, с виду девчонок, в жизни все не так просто, как кажется на первый взгляд. Первое время принять их диагноз не могли даже родственники. Что уж говорить о незнакомцах, которые то ли в силу невежества, то ли по незнанию считают ВИЧ положительных людей опасными для общества. Когда моя подруга из Казани рассказала на телевидении, что у нее ВИЧ, и с той лишь целью, чтобы предостеречь других, ей сожгли детскую коляску. Сегодня впервые в истории они собрались вместе, чтобы показать свои лица и открыто поддержать друзей по крови. Самара открыла серию тренингов, которые пройдут в четырех городах России. На подходе Казань, Санкт-Петербург и Уфа. Ну вот, собственно, наши ложные представления о ВИЧ делают жизнь таких людей невыносимой. Это отношения общества. Мы только что с вами говорили о том, что жить с этим можно, нужно соблюдать определенные правила, нужно лечиться. И, в общем-то, жить. Как вот быть со вторым вопросом? Как убедить общество в том, что эти люди для нас не опасны? Во-первых, здесь вот сейчас вот чуть-чуть хочу дополнить вашу мысль. Она не только делает, ведь не только делает жизнь этих людей невыносимой, а еще запускается крайне опасный порочный круг. Действительно, видя такое отношение общества, люди, живущие с ВИЧ, у них появляется тенденция избегания не узнать свой диагноз, скрыть свой диагноз, не начать лечиться, зная свой диагноз. Тем самым, если делать следующие логические шаги, они остаются с высокой вирусной нагрузкой. Тем самым распространяется заболевание в дальнейшем. И вот так вот, совершая социальную ошибку общества, оно в итоге, бумеранг возвращается, и общество страдает само. Чем больше мифов, чем больше стигмы, чем больше дискриминации ВИЧ-инфицированных, тем сильнее распространяется инфекция в обществе. И это вот очень важно понимать всем. То есть здесь гуманность, толерантность и грамотность, здравое отношение, оно в наших общих интересах, а не только в интересах людей, живущих с ВИЧ. По поводу опасности таких людей для общества. Опасность. Но эти люди не более опасны, чем... Любые другие люди. Любые другие люди. Потому что если человек соблюдает меры предосторожности, если общество его не отталкивает, он будет соблюдать меры предосторожности. Социально адаптированный человек никакой угрозы обществу не представляет, даже будучи ВИЧ-инфицированным. У нас ВИЧ-инфицированным является 1,2% населения области. Возрастная группа 30-40 лет, там инфицированных 4-5% населения области. Поэтому можно сказать, что мы с ВИЧ-инфицированными встречаемся каждый день. У нас среди родственников, среди знакомых есть ВИЧ-инфицированные. Отталкивать, поэтому нам нельзя отталкивать этих людей. У нас дети ВИЧ-инфекцией учатся в школах, дети ВИЧ-инфекцией находят в садики. У нас общество будет ВИЧ-инфекцией благодаря тому, что мы умеем лечить ВИЧ-инфекцию. Какие элементарные предосторожности нужно соблюдать всего лишь навсего? Вот то, о чем говорил мужчина при опросе. Это отказ от случайных связей, использование презервативов. Все, о чем мы говорим. И естественно, безусловно, никогда не употребление наркотиков. Ни пробование, ни экспериментирование даже. Потому что, когда мы говорим о наркотиках, разница между полным распадом личности и одноразовым экспериментом, она очень зыбкая. То есть, вот здесь должно быть понимание, что даже не пробуй, потому что дальше вот эта дорожка очень быстро идет вниз. Про наркотики, наверное, понятно. А как быть с той информацией, которая появилась достаточно давно, в принципе, что все-таки, тем не менее, ВИЧ передается. И бытовым путем ВИЧ передается через слюну, через слезы. Таких случаев заражения, как эпидемиолог говорит, у нас таких случаев заражения не зарегистрировано. Пути передачи ВИЧ, они общеизвестные. Они много лет одни и те же. Это половой путь передачи. Это через кровь. То есть, это переливание крови в нестерильные медицинские инструменты. В том числе и пирсинг, в том числе и татуаж. Это тоже нестерильные инструменты, пусть не венецинские таковыц. И вертикальная передача от инфицированной мамы ребенку. Это, безусловно, информация ложная. Информация не основная на фактах. И о чем-то еще можно было бы говорить и спорить, но опять же, 20 лет назад, да, когда были считанные случаи, когда число ВИЧ-инфицированных в мире переваливает за 30 миллионов. В России в районе миллиона находится. И мы нигде и никогда в Африке, там есть страны с 20-30% поражением населения. И мы нигде не видим подтверждения этим, этой информации. Она просто... Это не информация, основанная на фактах, а информация, основанная на досужих домах. Я бы так сказала. В наших домах ребенка есть группа детей с ВИЧ. Слава Богу, в последний, вот, наверное, год, может быть, полтора, таких детей все-таки начали брать в приемные семьи. Как-то вот этот процесс пошел. И, честно говоря, вот по моей информации, все-таки больше не в Самару, а берут куда-то в Москву, в большие города. Не знаю, чем это связано, либо тем, что там люди были информированы или нет. Но, тем не менее, есть у нас такие ситуации, когда приемная мама или мама, собственно, родная с таким ребенком, вынуждена, ну, во-первых, категорически скрывать, от кого это возможно, диагноз своего ребенка. Потому что, например, отказывают в приеме в садик. Если в школе узнают родители, что в классе есть такой ребенок, очень много ситуаций, когда просят такого ребенка из класса убрать. Я знаю, что это незаконно, но эти случаи и есть. Может быть, недостаточно все-таки каких-то профилактических бесед? Бесед, конечно, нет. Ну, давайте, значит, смотрите, по этой проблеме давайте начнем с хорошего. Что, во-первых, не так, то есть должно быть вовсе четкое понимание, что ВИЧ-инвестерная женщина вполне способна родить здорового ребенка, если соблюдет совершенно элементарные требования и обратиться в ВИЧ-центр, и сможет это сделать в скольких процентах случаев? В 95% по нашей области. В общем, 95% и выше. А можно еще... Это вот первое, что должно быть пониманием. Второе позитивная информация, которую люди должны понимать, что процент отказа от детей ВИЧ-позитивных, он не выше, а я бы сказал, наверное, ниже, да? Ну, по крайней мере, чем... Да, не университ. Да, да, да. То есть, как бы, вот, это вот, это что хорошо. А то, что вы сказали, имеет место. Это является, ну, не очень часто, но имеет место. Это является абсолютным мракобесием. И я считаю, это здесь сфера применения не тренингов, а про прокатуру, на самом деле. Моя позиция абсолютно жесткая. Люди, которые действительно желают прозябать в мракобесии, не желают узнать информацию элементарного школьного уровня, им не место в системе образования, в системе социального обеспечения. Вот. И здесь, в общем-то, как раз ситуация, когда это не так часто, но я считаю, это скорее сфера применения власти, вот, чтобы просто такие случаи, они очень жестко, они очень жестко пресекались. Но я не слышал, как бы, что в Самаре какая-то массовая есть проблема с этим. Это другого слова здесь нельзя применить. Это абсолютная мракобесия. Вот. И, кроме того, это может оказаться преступным поведением по отношению к этим детям и их родителям. Я хочу сказать, что, в частности, на Западе известна история с Брайаном Вайтом, мальчиком. Ну, это было много лет назад, на заре эпидемии ВИЧ-инфекции, когда ребенок, по сути дела, был затравлен в школе мракобесными родителями, и это вызвало, ну, настолько болезненную и резкую реакцию в обществе, что был принят специальный закон имени Брайана Вайта, и, в общем-то, ну, вот с тех пор, скажем так, отношение к людям, живущим в ВИЧ-инфекции... Ну, вот ребенок, к сожалению, должен был все-таки погибнуть. Мы считаем, что он свою жизнь принес в жертву... Ну, фактически, да. ...фактически в борьбе, то есть своим примером, в общем-то, он показал всю мерзость, стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим в ВИЧ. Ну, и в завершении программы все-таки давайте еще поговорим о том, что, ну, может быть, не нужно после каждого полового контакта, конечно, бежать, сдавать анализы, но все-таки вот на основании того, что вы говорите, многие и живут, и, собственно, не знают о своем диагнозе. Вот как... какой контроль считать разумным? Когда идти сдавать эти анализы? Куда идти сдавать анализы? Ну, я бы рекомендовала вообще ежегодно анализы на ВИЧ-инфекцию сдавать, хотя бы раз в год. А там уже каждый должен, то есть исходя из своего поведения, в первую очередь сексуального поведения, если человек принимает наркотики, опять-таки, это группа риска, тоже должен обследоваться на ВИЧ-инфекцию, ну, не реже одного раза в год, может быть, даже чаще. Есть контрольные сроки обследования. То есть всю необходимую консультацию можно получить в центре СПИДа. У нас работают кабинеты до тестового, после тестового консультирования, кабинет 163, с 8 до 7 часов вечера. До 6 часов вечера мы берем кровь. Поэтому можно подойти, получить необходимую консультацию, то есть выяснить все вопросы, которые вас интересуют на сегодня, и сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Каковы гарантии, что этой информацией никуда дальше пациента не уходят? Анализ можно сдать анонимно. Это одна гарантия. Вторая гарантия – это соблюдение врачебной тайны, то, что определено с законодательством. Поэтому мы обязаны соблюдать эту врачебную тайну, и мы ее соблюдаем. То есть результаты тестирования сообщаются, по телефону мы их не сообщаем. Человек приходит на после тестового консультирования, и здесь уже ему непосредственно говорят о результатах. В принципе, это практические гарантии. И еще здесь тоже, что бы я хотел дополнить, что сейчас доступны эти анализы на коммерческой основе, в коммерческих лабораториях скрининговые анализы на ВИЧ. С одной стороны, это хорошо и действительно будет правильно, если граждане раз в год будут делать. Но тем не менее, у людей должно быть очень четкое понимание, что это скрининговый предварительный анализ. И даже если он окажется положительным, это не повод для того, чтобы понимать какие-то из ряда вон далеко идущие, ошибочные шаги, а это повод для того, чтобы обратиться в Центр СПИД, сдать подтверждающий диагноз, получить психологическое консультирование после тестовое, до тестовое, после тестовое, и уже после этого определяться в своей жизни. Вот это очень важно. То есть то, что происходит, скрининговые анализы, они, к сожалению, могут быть ложноположительные. Не надо про это забывать. Спасибо большое за консультацию вашу. Я думаю, что этот разговор, безусловно, актуален. Лекарства от СПИДа пока не существуют. Возможно, поэтому об этой болезни ходит столько мифов. И самое опасное из них – меня это не коснется. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова